Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем катать по Европе в Евротрак-симулятор. Также попутно я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Кому-то это интересно, кому-то не очень, но судя по вашим комментариям, судя по оценкам, судя по просмотрам, эта рубрика достаточно востребована, по крайней мере сейчас. Посмотрим, что будет дальше. Итак, сколько у нас там денег? 13 619 евро у нас, друзья. Накопим, наверное, соточку и купим какой-нибудь простенький Вольво. Кстати, мы сейчас можем заскочить в магазин, в автосалон? Вот, посетить автосалон. Ну-ка, давайте глянем, на что мы, собственно, копим деньги. Так, Вольво FH16. 101 тысяча, друзья, евро. Нам еще копить и копить. Так, топливный бак 1400 литров. 104 тысячи евро. 141, ё-моё. Ну, я не знаю, самый простой мы будем покупать, либо вот этот вот. Чем они отличаются? А, мощностью двигателя. Да, у этого, кстати, двигатель, похоже, мощнее. Ну и цветами, понятное дело. Ну, я даже не знаю. Даже не знаю. Ну, мы точно будем покупать Вольво, а вот какой, пока не знаю. Давайте сначала хотя бы накопим денег. Не знаю, будем ли мы брать также кредит. Мне некоторые советовали не брать лучше. Так что пока будем просто катать, доставлять грузы. Так, давайте посмотрим, что у нас там за письмецо пришло. Требуется водитель с личным транспортом, но это явно не про нас. И кредиты на выгодных условиях. Ну, вот как раз. Давайте просто прочитаем, чтобы уведомления нам не мозолили глаза. Так, ну что, друзья, выбираем груз, заказы агентств. И берем самый дорогой. Это у нас автопогрузчик. 5 тысяч 505 евро. Ну, давайте берем, наверное, этот груз. Из Германии мы поедем в Бельгию. Почти, да? Или даже не доезжая до Бельгии. Ну, в общем, берем. Берем этот вызов, друзья, взяться за работу. Или можно арбуза привезти. Вот это вот точно в Бельгии. Нет, давайте все-таки автопогрузчики. Все, взяться за работу. Поехали. Обкатаем как раз Вольво. Вот они, наши погрузчики. Так, ну и выезжаем на основное шоссе уже. И начнем, конечно же, с вопросов. Блин, какая красота. Хоть и графика не очень, но все равно симпатично все это выглядит. Так, пока никакого трафика. Так что спокойно поворачиваем. Никого нет. Никому не мешаем. Аккуратно. Так, и дальше нам снова нужно будет повернуть. Давайте сейчас еще раз повернем. А вот и трафик уже пошел. Но тут довольно пустынно, на самом деле. Очень мало автомобилей. Сейчас повернем еще раз на правое и уже начну отвечать на вопросы. Хотя нет, смотрите, тут же оживился трафик. Как будто все только что заспавнились. Была пустая дорога и тут куча машин. Поворачиваем. Так, что-то подфризивать начинает. И это не очень приятно. С такой-то графикой игра просто должна летать. А сейчас она выдает 35 фпс. Ну, это совсем не дело. Я понимаю, там какой-нибудь движок CryEngine. Или еще что-нибудь. Unreal Engine 4. А здесь я даже не знаю, какой движок на самом деле. Ну, какой-то их собственный, их собственного производства. Но он совсем слабенький уже. Сколько лет прошло. И они ничего, по сути, не меняли. Так, ну все, мы выехали, в принципе. Можно ехать. Здесь мы видим флаги. Развиваются на ветру. Заправочка тут же. Заправляться мы пока что не будем. Пока нормально. И ехать будем, ну, где-то 60, максимум 80, наверное, километров в час. Так, ну что, поехали. Начинаем отвечать на вопросы. О, кстати, тягач с автомобилями поехал в Амстердам. Так, блин, нужно здесь немножко сместиться. Я надеюсь, я не впилюсь в тягач, который находится сзади. Нет. Он, кстати, поворачивает направо. Итак, самые популярные комментарии, как ни странно. Вот Михаила Коровкина. Будешь ли ты показывать лицо? Хотелось бы увидеть обладателя этого божественного голоса. Ну, начнем с того, что я свой голос не считаю божественным. Особенно, когда я начинал записывать... Так, тихо-тихо, чуть не подрезали. Особенно, когда я начинал записывать ролики, я вообще стыдился, на самом деле, своего голоса. Я думал, он ужасный. Особенно, когда я его слышал со стороны. Мне казалось, что мой голос просто отвратительный. И когда я уже начал привыкать, когда я уже с десяток роликов выпустил, я начал привыкать к своему же голосу. Фишка ведь в том, когда вы говорите, просто говорите, вы слышите свой голос абсолютно по-другому. Он кажется вам одним. А когда вы слышите его на записи со стороны, он кажется вам абсолютно другим. Вот в чем основная была проблема. Но потом привыкаешь, привыкаешь к своему голосу на записи. Но я все равно его не считаю суперкрутым. Так вот, ну спасибо за комплимент. Отвечаю на вопрос, буду ли я показывать свое лицо. На самом деле, какой-то странный вопрос. Но если вы хотите, я могу там типа селфач какой-нибудь сделать и закинуть в Инстаграм или в Твиттер. А если вы про вебку, то это, скорее всего, не скоро будет. Да и вообще не уверен, что будет. Потому что сейчас я не смогу даже разместить хромакей. У меня просто нет для него места. А если без хромакея, то сзади у меня куча коробок, куча говна, короче. И будет это смотреться не очень. Так что... Ну и плюс, конечно, веб-камеру нужно покупать с нормальным разрешением и так далее. И плюс будет какой-то дискомфорт, когда помимо того, что ты говоришь, когда играешь, на тебя еще камера направлена. Ты еще более теряешься и снова нужно привыкать ко всему этому. То есть не нужно там ковыряться в носу или еще что-нибудь такое делать. Чесать затылок постоянно. А когда камеры нет, вы такого не видите, и я об этом особо и не парюсь. Так что насчет вебки, если она будет, то очень не скоро. Вот такой вот ответ. Я подумал даже руль купить и направить вебку именно на руль, чтобы вы смотрели, как я кручу баранку. Но для этого, опять же, нужно купить руль в первую очередь. Они достаточно дорогие и нормальные. Я там посмотрел, самые дешевые, они совсем малюсенькие, совсем крошечные и не поворачиваются еще до конца. Но это что-то такое себе, не особо. Ну и веб-камеру, опять же. Для этого нужны деньги, для этого нужно время, чтобы все это настроить и так далее. Так что в самое ближайшее время можно ждать только фотку какой-нибудь с элфачным. Я не знаю, если вам интересно, как я выгляжу в Инстаграме или Твиттере. Так что следите за новостями. Лучше подпишитесь на группу, там все это будет. На нашу группу ВКонтакте. Там много чего есть интересного. И также розыгрыши там всякие будут. И так далее. Так, и второй популярный комментарий. Он очень длинный, там куча вопросов. Так что не знаю, может быть, всю оставшуюся поездку я буду отвечать только на этот комментарий. От Глебан Шоу. Привет, Спотман. Продолжая эту рубрику, мне лично... Так, чуть не впилился. Мне лично она очень понравилась. Также можно играть по сети в Евротрак Симулятор. Ну, не знаю, может быть, как-нибудь с подписчиками решим. Но я не знаю, как там все это работает. Нужно разбираться с модами всеми и так далее. Так что не в ближайшее время точно. Первый вопрос. Где ты живешь? В каком городе, деревне, поселке? Я живу в деревне под названием Москва. Второй вопрос. Где ты работаешь? Я работаю фрилансером. Я работаю на дому исключительно. На нормальной работе я на самом деле и не работал. Разве что практику проходил в лицее, в одном из лицеев. Так, дальше. Третий вопрос. Блин, потерял его. Пятый вопрос тут уже. Главное, чтобы я не впилился. Так, вот, нашел. Третий вопрос. Как ты придумал название своего канала? Ну, на самом деле, особо ничего придумывать и не нужно было. Так, давайте мы здесь поворачиваем. Я просто вписал название одной из своих любимых игр на приставке Sega. Игра называется CoolSpot. На шапке все написано. Вы могли бы погуглить. Именно вот этот вот красный персонаж, красная точка или же красная таблетка, как мы ее в детстве называли. Именно этот персонаж и стал символом канала. Просто потому, что мне этот персонаж понравился. Он простой и запоминающийся. И на самом деле, этот персонаж часть рекламной кампании от 7-Up, по-моему. Это, по сути, просто красная точка на бутылке. Но потом этой точке приделали глаза. Так, мне не поворачивать, да? Никого я там опять не столкну. Приделали глаза, ноги, руки и так далее. А раньше я вообще не знал, что это часть рекламной кампании какой-то. Мне просто нравился персонаж, нравилась игра. Вот, собственно, и все. А потом из этого названия CoolSpot преобразовался никнейм мой. Спотман. Ну, я думаю, тут все понятно. Просто к слову Спот я добавил Man или Man, как вам угодно. Можно называть и Спотман, и Спотман. Без разницы. Спотман как еврейская фамилия какая-то. А Спотман это, типа, человек пятной или что-то вроде этого. Потом произошел небольшой ребрендинг. На самом деле, он происходит и по сей день. Я изменил название канала. Шапку только пока что не поменял. Все-таки как-то чужое название, чужой игры брать за основу все-таки как-то не очень. Я же не думал, что у меня когда-нибудь будет 60 тысяч подписчиков. Поэтому и назвал канал в честь игры. Я мог бы назвать ее там Сталкер или еще как-нибудь по любой игре. The Elder Scrolls. Так что канал теперь называется Спотман, как мой никнейм. Персонаж остается, но я его сам переделал, уже сам нарисовал. Скоро будет новая шапка. Та шапка, которая у меня сейчас на канале. Там изображен оригинальный персонаж. Но, по-моему, это тоже фанатский какой-то арт в 3D-редакторе. Можно теперь сказать, что я спер идею, спер персонажа и присвоил его себе. Но на самом деле это все-таки не совсем так. Просто я черпал вдохновение, можно сказать, из этого персонажа. Но в итоге у меня получился свой. По сути, это просто красный смайлик в очках. Вот и все. Так что можете ждать в ближайшее время смены оформления канала. Шапка, наверное, не всем понравится, потому что она выполнена в пиксель-арт стиле. То есть персонаж будет пиксельным. Так, и мы, кстати, уже подъезжаем. 3 километра всего лишь осталось. А я даже еще не дочитал это огромное гигантское сообщение. Так, ладно, сейчас постоим в какой-нибудь пробочке, как раз дочитаем. Ну, это не совсем, конечно, пробка. И здесь нужно следить за движением. Так что не уверен, получится у меня прочитать дальше сообщение или нет. Так, вот красный свет, друзья. Давайте немножко притормозим. Так, это был третий вопрос, да? Что-то я совсем зациклился на нем. Так, четвертый вопрос. Когда поменяется оформление канала? Вот как раз про это только что сказал. Так, пятый вопрос. Трудно ли было набрать первую тысячу подписчиков? Ну, первую тысячу на самом деле было не трудно набрать. Первые 200 подписчиков было очень трудно набрать. А вот потом я записал гайды по Антернет, и подписчики повалили сразу. Наверное, я таким вот образом сразу 5 или 10 тысяч, возможно, даже набрал подписчиков. Я был просто в шоке, когда однажды проснулся и увидел там на счетчике 500, потом 1000. Это был шок для меня. Я не ожидал, что... Так, мне прямо, да? Что мое творчество перерастет в нечто большее. Эй, мужик, ты чего на красный свет поехал? Так, давайте мы постоим здесь немножко. Так вот, 1000 не трудно. Первые 200 подписчиков было очень трудно набрать. Очень долго, наверное, год прошел даже. И только тогда у меня было 200 подписчиков. А потом, опять же, с выхода Антернет, я, наверное, один из первых, если даже не первый, кто начал записывать эту игру. Так что мне, наверное, повезло. Так, дальше. Оформление, подписчики. Шестой вопрос. Сколько у тебя мониторов? У меня было два монитора, но один я отдал своему товарищу. Так что сейчас у меня остался один монитор. Блин, на красный проскочили. А штраф мне не выпишут, что ли? Странно, почему-то не выписали мне штраф. Ну, окей. Это даже, конечно, к лучшему. Так, ну все, мы паркуемся уже. Там осталось немного, на самом деле, в этом комментарии. Так, аккуратненько. Давайте здесь, наверное, тормознем. Седьмой вопрос. Какое у тебя образование? Ну, быстро тогда на это отвечу. У меня средне-профессиональное. Так, дальше. На кого ты учился? Я учился на мастера по обработке и защите информации. Девятый вопрос. Покажешь ли ты свое лицо? Уже отвечал на это. Десятый вопрос. Ходил ли ты в армию? Не ходил и очень не хочу. Сейчас как раз с этим у меня проблемы. И я пытаюсь изо всех сил эту проблему решить. Так, и также предлагаю поиграть или поснимать игры. И тут целый список. Days, Fallout. Ну, Fallout мы играли. Days не будет. Assassin's Creed. Ну, смысла нету его проходить. Тем более четвертую часть. Потому что, ну, уже хайп спал. Никто смотреть это не будет. Прохождение GTA 5. Ну, не будет, скорее всего. Потому что я прошел ее два раза для себя уже. И мне не так интересно будет проходить снова. The Land Dark будет. The Land Dark точно будет. Дальше. Chevalry не будет, скорее всего. Application. Я даже не знаю, что это за игра. Surgeon Simulator не будет. Don't Starve будет. Rake не знаю, что это такое. Farming Simulator под вопросом. Может быть, будет. Sprint Tires возможно. Ну, и все. Конец вопроса. Быстро, бегло, в общем, ответил на него. Что ж, друзья, на этом мы тогда остановимся. Давайте проканем наш груз. Сейчас посмотрим, сколько мы опыта получили. Может, что-нибудь прокачаем. Ну, немного опыта получили. Поэтому левел мы не прокачали. Итого у нас почти 20 тысяч уже, друзья. Мы близки к покупке. Ну, как сказать, близки. Конечно, относительно близки к покупке нашего собственного тягача. На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.